Итоги деятельности в летний период глава администрации Олег Черевко подвел в ходе пресс-конференции. Подготовка к зиме, дорожные и благоустроительные работы, ремонт объектов в социальной сфере. Эти и другие темы стали предметом разговора. Олег Леонидович констатирует, что с поставленными задачами жилищно-коммунальная сфера в целом справилась. Тепло подано на объекты своевременно. Выполнен большой объем дорожных работ. Продолжается активное строительство. До конца года будут введены в эксплуатацию 6 домов. Общий объем ввода жилья составит 17 тысяч квадратных метров. О чем еще шла речь во время пресс-конференции, расскажет Татьяна Попова. Первый вопрос касался самой актуальной темы последних дней – подготовки к зиме. В целом, констатирует глава, с поставленными задачами справиться удалось. На сегодняшнюю дату хочу сказать, что практически те задачи, которые были поставлены комплексу, именно жилищно-коммунальному комплексу, они практически выполнены в полном объеме. Тепло в дом Алабытнанцев было подано 2 сентября. Правда, уже после этого стали проявляться некоторые недоработки. Их градоначальник относит насчет управляющих компаний. Ведь возникновение этих проблем можно было предвидеть. У нас действительно было три проблемных дома. Нам пришлось дважды собирать комиссию антикризисную для того, чтобы мы все-таки нашли выход из положения. И те люди, которые высказывали свои опасения по приближающимся холодам, они были вполне обоснованы. Я считаю, что мы пусть с опозданием, к сожалению, это ежегодная процедура в отношении этих домов. Она и в этот раз, честно говоря, для меня была в некотором смысле новой. Но жаль, что те, кто знал о ней уже не первый год, не успели среагировать. Я думаю, что в следующем году мы с этой проблемой не столкнемся. И все сделаем заблаговременно и вовремя. За лето удалось значительно преобразовать и уличнодорожную сеть. В этом году освоено 460 миллионов рублей. Сейчас идет этап приемки работ, к которому мы относимся очень тщательно, говорит глава. В планах на 2013 год улицы Первомайская и Студенческая, кольцо по улице Дзержинского. В текущем году кольцо будет открыто с щебеночным покрытием. Кроме того, будут заменены линии освещения над Дзержинского, Первомайской, Афтастрадной. Новые фонари будут энергосберегающими, а кабеля к ним подведут под землей. Хочу сразу сказать, я все-таки часто читаю электронные средства массовой информации. И вот те замечания в интернете, что последний отрезочек положили, вот там, когда уже шел снег. Я просто хочу сразу добавить, что подрядчик его положил только лишь для того, чтобы выровнять дорожное полотно. Но весной он заново будет срезан, и все, что было положено сейчас на перекрестках, вот именно школьная Гагарина и Первомайская, и школьная Первомайская Гагарина, они будут заново срезаны и будут сделаны все в том же качестве, которому делали все дороги. Самой обширной оказалась тема строительства. Здесь и жилые дома, и дворец правосудия, и многофункциональный центр, в котором разместились бы государственные учреждения. Олег Черевко цитирует слова губернатора. О чем бы мы ни говорили, говорим о деньгах. Глава особо подчеркивает, что в Лабутнангах сложилась ненормальная ситуация в части размещения различных структур в помещениях первых этажей жилых домов, что создает серьезные неудобства для жителей. Пока такой офис-центр лишь идея. А вот, к примеру, бассейн уже реальная перспектива. То, что касается бассейна. Бассейн мы отторговали, проектная организация должна выдать до конца года проектно-сметную документацию, место строительства определено. На совещании я поднимал этот вопрос. Я думаю, наверное, и губернатор, и правительство постарается решить этот вопрос, так как мы являемся единственным городом на Ямале. Городами, повторюсь, где нету своего бассейна. Я думаю, этот пробел нужно как-то устранить. Я думаю, все нам пойдут навстречу. Подробно Олег Черевко становился и на ремонте образовательных учреждений 8-й школы и детского сада «Сказка». Их состояние, по мнению главы, достигло точки невозврата. Оттягивать сроки начала ремонта еще на год было невозможно. А финансовых средств реально хватало лишь на треть от необходимых работ. Пришлось из плохого выбирать самое плохое. Этим оказалась инженерия. После приезда губернатора у нас появилась возможность выполнить капитальный ремонт «Сказки» не в два этапа, как предполагалось изначально, а в один и в полном объеме, подчеркивает Олег Леонидович. И просит родителей с пониманием отнестись к этому вопросу. А вот в 8-ю школу дети вернутся, как и было намечено, после Нового года. Проблемы есть, проблемы серьезные. Эти проблемы понятны. Нужно время. Говорили на пресс-конференции и о личном. Журналисты спросили главу администрации, почему он не привозит в город семью. На что Олег Леонидович со стопроцентной уверенностью сказал, семья Черевко воссоединится через год, когда дочь закончит школу. Пока же придется пожить отдельно, во благо выпускницы. Такое решение было принято на семейном совете. Ну, я это говорю со стопроцентной ответственностью. Сразу после окончания школы, супруга, да, мы планируем жить. И вообще, мне честно говоря, я хочу просто сказать по-человечески, мне очень понравился город Лабутнанги. И я просто в него влюбился. Это я говорю без всякого чувства лести или чего. Мне просто очень понравилось. Что же проблем перечислили? А вопрос не в проблемах. Проблемы есть везде. Вы знаете, очаровал Лабутнанги не проблемой. Он же очаровывает чем-то совершенно таким, что задевает за душу. То есть какая-то красота, какая-то очень своеобразность. Ведь каждый город чем-то характерен. Я не могу объяснить, буквально покрутиться, но поверьте, это так. Полную версию пресс-конференции главы администрации города Олега Черевко смотрите на канале Лабутнанского телевидения в эту среду 24 октября в 20 часов 30 минут. Татьяна Попова, Максим Мячин, Николай Снегир. При содействии отдела по связям с общественностью для программы «Время местное».